В дежурную часть отдела полиции Нефтекамска за неделю поступило 517 сообщений о происшествиях. Зарегистрированы один факт вымогательства, шесть краж, шесть мошенничеств, один факт сбыта наркотических средств. 114 раз сотрудники полиции выезжали на семейные скандалы. Нефтекамским оперативникам удалось установить подозреваемого, который использовал всем известную преступную схему. Еще в феврале жительница города лишилась 362 тысяч рублей. Ей позвонил мошенник и сообщил, что ее сын совершил ДТП. Женщина отдала все свои средства для положительного исхода проблемы. В ходе оперативно-розыскных мероприятий первоначально был установлен мужчина, который приезжал за деньгами. Им оказался работник такси. Он признался в том, что также получил от незнакомого телефонный звонок. Неизвестный сообщил о том, что попал в дорожно-транспортное происшествие. Попросил помочь заехать к матери, забрать деньги и перечислить на продиктованный счет. В результате проведенных мероприятий задержан 30-летний житель Челябинской области. Он признался в совершенном преступлении и в настоящее время полностью возместил ущерб. Следственным отделом продолжается расследование уголовного дела. Также полицейским удалось задержать неизвестных преступников, которые представились работниками пенсионного фонда. После визита последних к 84-летнему пенсионеру была обнаружена пропажа 28 тысяч рублей и золотых украшений. По поступившему сообщению сотрудниками полиции оперативно были организованы мероприятия. И по полученной от работника такси информации о том, что две девушки пытаются в скором порядке покинуть город, были задержаны две неизвестные гражданки. Подозреваемые сотрудниками полиции совместно с ЧОП «Ягуар» были задержаны по горячим следам. Личность доставленных девушек установлена. Одна из них – 1993 года рождения уроженка Ставропольского края. По данному факту кражи следственным отделом было возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. Задержанных проверяют на причастность к ранее совершенном на территории республики преступления. Татьяна Кокорина, Роберт Сабиров, информационная программа «Ежедневник».